Это Стяжкин Денис, участник нашего проекта «Репозиция». Он будет читать свои замечательные, безумные по экспрессии стихи. Я думаю, вы видели в группе ВКонтакте его, не знаю, запись стиха «Пиздеца». Сделал вот это коронный вот эти с пальцами. Вот, и сейчас Денис нам ответит на пару вопросов. На самом деле, такой замечательный персонаж. Вот, и первый вопрос у меня к тебе, Денис, насчет твоей вот этой безумной экспрессии, которую ты проявляешь, ну, почти в каждом своем стихе. Скажи мне, как ты к этому пришел вообще? Это некая наигранность или это вот естество твое, грубо говоря? Это все абсолютно естественно. Я считаю, что стихи, ну, не знаю, именно когда я читаю, я считаю, что их надо подавать именно так. То есть это у меня прям идет изнутри такая потача, как бы раз. И вот, все абсолютно естественно, никакой игры там наигранности, просто, там, аж прет от стиха. Вот, поэтому, собственно, так и подаю все произведения, почти. Вот, скажи мне, насчет твоих стихотворений, опять же, вопрос. Когда ты начал писать, и что тебя сподвигло на это? Ну, сподвигло, что могло сподвигнуть? Конечно же, панк-рок. Вот, я слушал панк, я там со школы начал играть панк, писал панковские песни. Собственно, все из панка. Это вот Дубль Пусто, да, эта группа? Да, да, это группа Дубль Пусто моя. Мы начали играть в школе, там, прям, даже и концерты первые давали в школе. Это было в Краснодаре, в Красноярске? Красноярске. Красноярске, да, в Красноярске, в Сибири мочили сибирский панк. Там, ну, это не сибирский панк, это был панк-рекор, несмотря на то, что мы его играли в Сибири. Ну, и все было классно, вот. И отсюда пошло все творчество, оно так и идет до сих пор. Скажи мне, вот тебе такой провокационный вопрос, а твое участие в МБП, оно как-нибудь способствовало твоему творчеству, да? Оно наложило какую-нибудь отметку, да, на вот то, что ты делаешь сейчас? Не, ну как в МБП, на самом деле... Дух старой школы. Да, нет, в то время, когда там я был сторонником еще МБП, это был 2002-2003 год, начало просто в то время, куда могли пойти там молодые панки, там люди, которые увлекались какими-то анархическими идеями. Только в МБП это была самая массовая молодежная партия, вот. Поэтому я, собственно, и примкнул к ним, протестам, панк-рок, революция, Россия без Путина. А потом, собственно, идеи со временем трансформировались. Ну, собственно, мы видим, во что сейчас вылилось МБП, это уже не то вообще. Лимонов там больше гонит на оппозицию, чем... Чем занимается своими делами. Дальше, чем на Путина и так далее. Ну и у меня сформировались более такие нормальные, цивилизованные, демократические убеждения. Просто штука в том, что... Вряд ли можно встретить человека моего поколения, да, как бы человек 18-19 лет, который... Ну, даже не то, чтобы имеет понятие о том, что такое МБП, а как бы участвовал в нем и был участником. То есть вот можно сказать, что я вкладываю свою лепту в всемирный архив. Да-да-да. Но в то время как раз на дорогу все вступали туда. Это была партия творческих людей, партия современности такая вот прям. Да, мощь. Скажи мне, Денис, есть ли некий месседж, да, послание, которое ты хочешь передать с каждым своим новым стихотворением человеку, который его прочитает? Или это вот как бы исключительно панк-рок, да, то есть пиздеца-пиздеца, возможно, кто-то окажется на висельнице? На самом деле нет. Я абсолютно не вкладываю, не думаю, чтобы именно в стих надо что-то вложить. Они сами появляются, сами рождаются как-то. В основном я пишу такие какие-то абсурдные стихи сейчас просто из набора слов, там, чтобы вынос мозга какой-то был такой же. А ты до сих пор пишешь, да? Да, конечно, конечно, конечно. Есть какие-нибудь творческие планы для поведущих? Нет, я не строю никаких особо таких, что прям творческих планов. Я думаю, что все будет само по себе, оно должно так и идти, то есть со временем все это трансформирует, я во что-то надеюсь. Возможно, и нет. Ну вот скажи, вот ты участник репозиции, и вот я хотел тебя спросить, во-первых, как ты сюда попал, да? Как ты принял участие в этом проекте? Ну, это сложившаяся тусовка московских поэтов, там, мальковские чтения, самая крутая туса в Москве. Моя любимая сила. Реплама, да-да-да. Вот. И как бы все вместе тусуемся, и как бы начали мучить проект, собственно, совместно. Я надеюсь, что это будет крутой проект, и из него там много чего получится. И какая как бы твоя сама цель, что ли, участие в проекте? В проекте сама цель. То есть, ну, как бы ты хочешь чего-то добиться, или просто хочешь, ну, такой как бы вот так. Я считаю, что надо презентовать, презентовать вот эти какие-то альтернативное творчество обществу, чтобы показать. На самом деле многие люди вообще не знают, что есть что-то такое, там, какая-то еще контракультурная тусовка. Я считаю, что это надо давать, кидать в массы, шокировать людей и так далее. И насколько я понимаю, ну, как это будет проходить, по-твоему? То есть, как бы ты хотел визуализировать свою поэзию, свои стихи? Допустим, то, что ты говоришь, не пиздится, да? Ну, я не знаю, на самом деле, как это все... Это секрет, произносит тайна. Да, это все секрет, да. Производственная тайна. Производственная тайна? Вот это шеф, кстати. Берковский Данил. Все, это тайна, да. Но пасаран, да. Потом, когда все выйдет уже, все увидят, сейчас загадывать, выдавать какие-то секреты. Прочитай стихотворение «Февраль», пожалуйста, на камеру мне. Сделай должение. У нее были месячные, мы пили вино в тетропаке, она понтовалась, много пиздела, с нами сидела ее подруга, подруга была красивее, но скоро она уехала, а очень жаль, ведь у этой менструация, а за окном февраль. Денис, спасибо.